Титаник Титаник 10 января мы смотрели по телевизору, значит, разгром Кизляра. Мы смотрели перевернутый БТР, но я не знала, что это БТР моего сына. Сейчас Миша Кузнецов заново учится ходить и говорить. Он не помнит, кто вытащил его из подорванного БТРа, как доставили в госпиталь. В памяти осталось только кирпичное здание Кизлярской больницы. Он продолжает верить, что его экипаж не погиб. Ребят, которые с тобой служили, помнишь? Да. Они погибли? Живо. Просто удар в голову, и я валюсь. Не боли, ничего. Голоса такие, о, там ручки наранили. Вот такие, Рома, держись. У меня так смешно стало, Рома, держись. Роман получил тяжелое ранение в голову под аргуном. Снайперская пуля. Их разделяют два года. Миша 21, Роман 23. Объединяет Чечня. Оба добровольно пошли в армию. Оба согласились ехать в Чечню. Всем очень хотелось туда поехать. Ну, побоевать, пострелять, прям, аж жуть хотелось. Пострелять Роману удалось. В новогоднюю ночь с 94 на 95 их взвод привезли в Грозный. И там высадили. Приказы никакого не отдали. И командиров рядом не оказалось. Вдвоем с товарищем Роман забрался в яму от снаряда и начал стрелять, куда придется. Смотрю, что-то он перестал стрелять. И смотрю, у меня горло перебит. И все так. Я так подвинул, чтобы не мешало мне. Я стрелял, стрелял, пока у меня там почти ничего не осталось. Романа случайно подобрал проезжавший мимо там. Поэтому он остался жив. Теперь оба, и Миша, и Рома живут на пенсию. У Миши пенсия 320 рублей. Здесь, в центре нейрореабилитации, его лечат бесплатно. Семья никогда бы не смогла оплатить длительное лечение, которое ему требуется. Мама работала воспитательницей в детском саду. А теперь вот уже два года живет с сыном в больницах. Папа недавно перенес инфаркт. И пока не работает. У нас он лежит уже два месяца. Есть некоторые эффекты. Время определить в данном случае очень трудно. Это трагическая ситуация. Роман, как и Миша, перенес уже несколько операций. Первую сделали еще во Владикавказе. Занесли инфекцию. Родным сказали, не надейтесь. Один шанс из ста, что парень выживет. Сейчас у него парализованы рука и нога. Нет части черепа. Таких ребят достаточно много. Центр наш, к сожалению, единственный. Поэтому судьба их крайне тяжела. И перспективы очень тяжелой инвалидизации. Несмотря ни на что, Роман старается жить прежней, довоенной жизнью. Встречается с друзьями. Думает о женитьбе. Он очень добрый. Я просто не встречала таких людей. Очень добрый. Очень ласковый. То есть, ну, все время только Ирочка, Ирочка. Она не обращает внимания на то, что у меня там нога пролезована руками. И самое главное, душа человека. Не то, что не его оболочка, а душа. Роман понимает, что шансов найти работу мало. У него на виске мозг прикрывает просто кожа. И малейшая травма головы может стать смертельной. И все-таки он хочет освоить компьютер. Учить английский. Здорово мне некуда устроиться. Типу, инвалид. Ну, что-нибудь придумаем. Ирина сказала, что пойдет торговать на рынок. Лишь бы обеспечить будущую семью. Наталья Емальцева, Владимир Козин. Аналитическая программа. Вы знаете, мы обратились на эту неделю за интервью к некоторым организаторам войны в Чечне. И все спрятались. Я пользуюсь случаем, чтобы обратиться с просьбой об интервью к Шахраю, Савастьянову, Филатову, Коржакову, Грачеву, Варсукову. На интервью президента не надеюсь. Давайте поговорим. Ведь ответ за бойню придется держать гораздо раньше, чем думают бывшие и нынешние начальники. Глубоко ошибочно думать, что отвечать придется только их могилам, как могиле Ленина. Жизнь стала такой стремительной, что заплатить придется раньше. Мы на ОРТ считаем, что после такой бойни тихо забыть не удастся. Мы знаем, что десяткам тысяч из наших сограждан до сих пор снятся смерть и убийства. И мы хотим вместе с ними избыть эту боль, чтобы она не вернулась новой войной. Всего вам доброго.